дамы и господа здравствуйте в настоящем видео я хочу разобрать вопросы относящиеся к натуральному выводу закончить нашу практику соответствующими задачами итак мы с вами будем заниматься восьмым листком задача 22 настоятельно рекомендую вам пересмотреть лекцию и вспомнить правила системы натурального вывода знание этих правил будет важно для нашей контрольной итак мы уже большую часть пунктов нашей задачи решили ну вот у нас остается относительно сложные пункты а именно и и далее пункт и предлагает нам вывести без гипотез вот такую вот эквивалентность то есть иначе говоря конъюнкции двух импликаций это известная нам общезначимая логическая формула она говорит что не все иксы обладают свойством фи тогда и только тогда когда существует икс этим свойством не обладающий ну коль скоро это конъюнкции двух импликаций понятно что достаточно вывести каждую из этих импликаций давайте это проделаем в одну сторону импликация проста а именно в ту когда у нас в посылке говорится что вот есть икс который свойством фи не обладает тогда мы можем заключить отсюда что не все икс обладают свойством фи мы воспользуемся правилом введения импликации то есть мы получим вот эту вот формулу из ее заключение которую свою очередь выведем используя вот эту вот формулу где-то там выше в качестве гипотеза я напомню что не а мы понимаем просто как вот такую вот импликацию а влечет ложь это означает что вот здесь вот мы тоже можем применить то же самое правило и свести дело к выводу лжи имея на данном этапе две гипотезы которые мы там где-то выше можем применить а здесь вычеркнуть то есть это существует x свойство фи не удовлетворяющий и а вторая гипотеза для любого x фи по сути дела то что нам нужно так это привести их противоречию давайте попробуем это сделать благо это не сложно мы с вами разберем квантер существования удалим вот этот вот квантер существования воспользовавшись соответствующим правилом удаление квантер существования это двухпосылочное правило одна из посылок которого собственно экзистенциальная формула начинающиеся с квантер существования а другая посылка это та формула которую мы получаем требуется чтобы она не содержал x в качестве свободной переменной мы имеем право применять это правило если мы получили ложь данном случае таким образом чтобы в гипотезах нигде не фигурировал вот это вот наша переменная переменная x кроме как формуле нефи которую напротив разрешается применять ну раз разрешается давайте применим нефи и фи ну поскольку поскольку нефи это импликация фи влечет ложь то здесь имеет место применение правило удаления импликации ну вот эту формулу мы можем эту гипотезу мы можем вычеркнуть применяя вот это вот правило откуда получить фи да вот из имеющейся у нас гипотезы для любого x фи по правилу удаления квантера всеобщности остается только убедиться что в этом выводе все гипотезы можно вычеркнуть то вот это вот нефи мы можем вычеркнуть благодаря такому применению правила пометим единицей право вычеркнуть эту штуку мы приобретаем вот здесь но право вычеркнуть вот эту мы приобретаем вот тут и так мы получили вывод со всеми гипотезами вычеркнутыми то есть вывод без активных гипотез это означает что мы вывели нашу формулу в чистом исчислении предикатов без каких бы то ни было гипотез отлично теперь давайте перейдем к нетривиальной импликации здесь она конечно немножко потруднее как мы знаем что не все x обладают свойством фи надо получить что существует их свойством фи не обладающий проблема состоит в том как этот x указать на самом деле это объективная трудность никакого так сказать конструктивного алгоритмического способа его найти нету а поэтому нам приходится применять некоторые ну не очень хороший прием с точки зрения логики нам надо пользоваться правилом законом исключенного 3 который немножечко особняком стоит не является некоторого рода уродом если вы его отбросите то вы получите интуиционистскую логику которая содержит меньше выводимых формул ну и та и другая конечно содержит бесконечно много но она является собственным подмножеством обычной логики устроена она более сложно более прихотливо и вот мы с вами как раз воспользуемся дизъюнкцией который нам дает закон исключенного 3 а либо существует x такой что фи неверно либо не существует x а такой что фи неверно естественно сама эта дизъюнкция получается по без посылочного правилу тнд закон исключенного 3 а здесь мы с вами удаляем дизъюнкцию наша задача теперь предъявить выводы формулы существует x такой что не фи получающийся но соответственно вот в этом и в этом предположение ясное дело что вот эту вот штуку мы можем получить просто как гипотезу и благодаря наличию такой дизъюнкции и вычеркнуть предположим однако что гипотеза у нас теперь вот такая вот неверно что существует x такой что он не обладает свойством фи как же нам надо получить эту штуку на самом деле мы ее получим из противоречия потому что посмотрите к данному моменту у нас есть вот такие гипотезы в запасе которые мы имеем право вычеркнуть иначе можем использовать не все иксы обладают свойством фи но не существует икса без свойства фи нам надо убедиться в том что эти вещи противоречивы давайте попробуем это сделать попробуем получить вот эту вот штуку из противоречия из-за лжи разумеется из-за лжи можно получить все что угодно но остается только получить вот эту ложь надо придумать две явным образом противоречащие друг другу формула которую мы могли бы получить ну одна из них это конечно неверно что для любого икс фи а вторая для любого икс фи проблема только в том как нам вот из неверно что существует икс такой что не фи получить для любого икс фи тут у нас происходит удаление импликации а вот а также получить эту формулу а ну на самом деле если мы вспомним то что у нас было если мы вспомним уже имевший уже доказанный нами пункт z там было такое неверно что существует икс со свойством а это было эквивалентно на тому что для любого икс неверно а ну то есть мы уже с вами умеем проносить отрицание внутрь то есть имея такую гипотезу мы можем получить для любого икс неверно что неверно фи а с другой стороны у нас была был пункт а который говорил что двойное отрицание можно снимать вот эти вот вещи мы должны использовать давайте поясним как это делается я напомню что имеет место довольно тривиальное утверждение которое называется но она тривиально в данном формате вообще в каких-то других она потруднее доказывается теорема о дедукции она нам говорит что если у нас какая-то формула пси получается из множества гипотез гамма где среди прочего фигурирует гипотеза фи то это имеет место тогда и множество гипотез гамма уже без фи можно получить вот такую импликацию в нашем формате это утверждение совершенно тривиально ну таким образом мы можем память теорему о дедукции поступить следующим образом ну вот смотрите вот как получить для любого икс фи могли бы получить эту формулу просто обобщая если бы нам удалось без гипотез содержащих икс не выключенных свободно содержащих икс получить вот такую вот формулу фи мы могли бы просто квантер всеобщности на нее навесить по правилу введения ну а с другой стороны откуда взять фи смотрите у нас выводится импликация неверно что неверно фи то есть по теореме у дедукция это то же самое что изменение фи выводится фи то есть есть вывод фи где в качестве гипотезы не выключены фигурирует только не не фи давайте как бы этот вывод сюда подставим ну это означает что мы могли бы вот ее получить из такой она в свою очередь естественно получается удалением квантера всеобщности из формулы для любого икс не не фи каковая в свою очередь получается вот по этой методе опять-таки с помощью теорема дедукции с помощью z мы это можем получить из неверно что существует x такой что не фи ну а эту формула у нас уже есть среди гипотез и мы ее можем исключить давайте смотреть какие гипотезы можно вычеркнуть ну вот это вот гипотеза уже вычеркнута ее позволяет нам вычеркнуть применение такого правила так еще у нас есть неверно что существует x неверно фи она тоже вычеркивается право на ее вычеркивание мы приобретаем благодаря вот этому вот правил так еще осталась такая гипотеза ну она тривиальным образом вычеркивается благодаря этому применению как видите в этом выводе в этом дереве все листья все гипотезы стоящие в листьях аккуратненько вычеркнуты значит это вот такой вот вывод без активных гипотез как то и требовалось и так мы доказали что из того что неверно для любого x и следует что существует их снефи вы имели это с помощью правил и в другую сторону тоже таким образом наш пункт и доказан пункт к опять таки я делаю отступ потому что мы ищем вывод снизу вверх мы идем от того что нам нужно это вот такая формула точнее любая формула такого вида если все x обладать если из того что все x обладают свойством фи следует что есть x со свойством пси то тогда существует x такой что если он обладает свойством фи то он обладает свойством пси опять-таки проблема в том что как-то конструктивно указать этот x не удается на самом деле надо разбирать случае если пытаться дать содержательное доказательство наше утверждение от которого мы собственно говоря и пляшем то мы рассуждаем вот так смотрите импликация верна ну когда импликация верна импликация может быть верна в двух случаях либо когда ее заключение истина то есть есть x со свойством пси но возьмем этот x и обладая свойством пси он разумеется обладает свойством фи влечет пси но второй случай состоит в том когда посылка наши импликации ложна то есть неверно что все x и обладают свойством фи значит есть x как мы уже доказывали выше в пунктах z и что можно проносить кванта за и что можно проносить кванта отрицание через кванта значит если неверно что каждый x обладает свойством фи существует x свойством фи не обладающий но конечно если есть какой-то x для которого фи ложный для него это импликация верна ну вот вопрос в том как это формализовать ну естественно здесь разбирать два случая только если мы не хотим ссылаться на то что импликации вот это вот эквивалентно дизюнкция отрицание посылки утверждение заключения если мы хотим поступить немножко изящнее мы конечно будем разбирать вот такую вот дизюнкцию которая в свою очередь получается по закону исключенного третьего и здесь у нас правило удаления дизюнкции так нам надо получить требуемое нами утверждение двумя способами из посылки пси из из посылки существует x пси из посылки не существует x пси первое на самом деле довольно просто если у нас есть гипотеза существует x пси то мы можем призвать на помощь правило удаления кванта расуществования а которая в свою очередь дает нам право использовать и вычеркивать гипотезу пси соответственно эта штука получается просто введением кванта расуществования из фи стрелка пси что в свою очередь получается введением импликации из пси а пси как мы помним вот на данном этапе мы можем удалить отлично это ветка нами пройдена существует x пси она удалится вот здесь давайте пройдемся по более сложной ветке также мам поступить в таком случае но вот здесь нам надо как раз вспомнить наше содержательное рассуждение что мы доказывали это для случая когда неверно что для любого x фи или иными словами существует x со свойством нефи так и будем делать а потом мы объясним как эту штуку получить неверно существует x со свойством нефи ну имея такую гипотезу конечно на рассуждать достаточно просто здесь ясное дело правило опять же удаление кванта расуществования здесь у нас сведение кванта расуществования фи стрелка пси при этом у нас есть гипотеза нефи нам надо получить пси имея с одной стороны нефи ну а с другой стороны имея фи конечно мы с вами можем получить это из-за лжи элиминируем ложь нефи фи элиминация импликации ну потому что нефи это импликация фи влечет ложь так все хорошо остается только понять где что вычеркивается ну вот если мы это применение правила пометим двоечкой то оно позволяет нам вычеркнуть нефи но нам надо чтобы и вот это фи было вычеркнуто причем внутри данного вывода ну нет ничего проще вот здесь вот мы получаем право его удалить отлично тут все хорошо все в этой ветке корректно остается вот такой вот момент что нам делать с этой формулой существует x которая не обладает свойством афи но тут нам надо вспомнить задачку и которая как раз среди прочего и говорила что у нас выводится такая штука если не для любого x фи то существует x нефи то есть мы призовем вот этот вывод на помощь и сведем дело тем самым к доказательству того что неверно для любого x фи то есть я напомню вот есть по теореме дедукции существует некий вывод где в качестве невыключенных гипотез фигурирует только неверно для любого x фи а в заключении стоит эта штука но мы этот вывод здесь применяем а потом каждый листик каждое вхождение гипотеза мы его заменяем на то деревце который выше там следует как получить эту штуку это импликация для любого x фи влечет ложь и и соответственно можно разобрать получается ложь и тут вот у нас есть гипотеза для любого x фи есть с одной стороны для любого x фи а с другой стороны потому что мы находимся вот в этой ветке у нас есть неверно x пси ну неверно x неверно что существует x пси и существует x пси они естественно дают нам ложь эту штуку мы так 1 2 3 4 эту штуку мы можем вычеркнуть и это тоже благодаря тому же правило остается получить тот факт что существует x со свойством пси а тут нам надо вспомнить что это следует из того что для любого x фи а такая гипотеза у нас уже есть то есть мы вот этот получаем из того что для любого x фи влечет существует x пси и из для любого x фи то есть мы это получаем тоже удалением импликация ну вот здесь вот у нас допустим пятое применение пятое какое-то применение правило позволяет нам вычеркнуть эту гипотезу и последняя шестое позволяет нам вычеркнуть вот эту и так мы получили такое дерево где все листья все гипотеза являются не активными являются вычеркнутыми то есть мы провели требовавшийся вывод без гипотез задачка и весьма похоже на задачку к давайте перейдем к ней давайте пониже спущусь нам требуется по сути дела доказать вывести одно из наших кусочек одного из наших основных тождеств о том что квантер а можно вносить и выносить из посылки импликация данном случае утверждается вот что что если из того что все x обладают свойства фи следует какой-то пси который про x ничего не не говорит то обязательно существует такой x что если фи удовлетворяет существует такой их что если он удовлетворяет свойства фи то пси утверждение пси имеет место ну на самом деле если вы сравните это с к там есть очевидное свойство то есть как выглядит к к выглядит вот так для любого x фи стрелка существует x пси на пси уже никаких ограничений нет стрелка существует x фи стрелка пси то есть заключение то же самое а посылка она все-таки немножко иная на самом деле здесь в нашем к посылка даже слабее потому что в к посылка говорит что существует x со свойством пси а здесь посылка говорит что вот именно просто так сказать пси имеет место но на самом деле если мы подумаем это вещи очень тесно друг с другом связанные ну потому что например полемиоэффективным квантере пси вот я так и не сказал у нас вот есть дополнительные условия x не входит свободно в пси конечно если x не входит свободно в пси то существует x пси эквивалентно пси иное дело как это можно доказать как это можно вывести в нашем исчисление и так давайте попробуем привлечь наша к и по сути дела лему о фиктивном квантере показать что в нашем исчислении она достаточно естественным путем выражается начали мы идем как обычно получаем такую штуку дальше используя вывод который нам доставляет к мы сводим вопрос к тому чтобы вывести вот такую вот импликацию она в свою очередь получается отсюда ну а дальше надо заметить что вот у нас нам известно что для любого x фи влечет пси а как же нам получить существует x пси ну давайте вспомним что у нас вот было правило введение квантера существования а как же это правило выглядело она нам говорила что вот если у нас есть результат подстановки формулу а термо т вместо x то мы тогда имеем право сказать просто существует x а а это конкретный терм т оттуда выбросить убрать его оттуда а если конечно подстановка т в x вместо а корректно если т свободен для x в а но смотрите что означает наше условие если у нас x не входят в пси а то конечно любой терм свободен для x в си любая подстановка на т вместо икса в пси она вообще никакого эффекта не производит она никак не влияет на нашу формулу то есть мы в частности можно заметить что x можно поставить вместо x в пси а и а которое а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Право удалить мы получаем, применяя это правило. Ну, а право удалить вот эту посылку мы получаем вот тут. Обратите, пожалуйста, внимание, что на самом деле здесь у нас случай вот какой. Роль термо Т играет Х. И вот эта вот подстановка Х вместо Х в ПСИ, она на самом деле корректна всегда. Потому что, конечно, подставляя Х вместо Х, мы формулу никак не меняем. То есть, эта подстановка корректна всегда. На самом деле нам даже это условие вот здесь оказалось не нужно. То есть, интересно, что в одну сторону... В одну сторону наши импликации никак не зависят вот от этого условия. оно не нужно. В одну сторону мы можем получить вот это вот даже и для формулы ПСИ, которая зависит от Х. Нам нигде не требовалось предположение о том, что она от Х не зависит. Это на самом деле нисколько неудивительно, если подумать. Почему? Ну, потому что вот здесь вот у нас стоит дизъюнкция. Это как бы неверно, что для любого Х, ПСИ, давайте убедимся, что она выполняется. И даже... Мы не будем говорить о выводимости, а просто об эквивалентности. Эта штука, она эквивалентна... Импликация эквивалентна вот такой вот дизъюнкции. Неверно, что для любого Х, ПСИ или ПСИ. Допустим, что Х, он может встречаться в ПСИ. Тогда вот эта штука эквивалентна тому, что существует Х, такой, что не ФИ или ПСИ. Но дело в том, что ПСИ, она, конечно, сильнее, чем существует Х, ПСИ. Это формула общезначима. То есть, если какой-то конкретный Х обладает свойством ПСИ, то существует такой Х. Значит, эта формула сильнее, чем такая. Извините, существует Х, ПСИ. Но она, в свою очередь, мы знаем, эквивалентна вот такой. То есть, здесь, на самом деле, никакого криминала не происходит, и в одну сторону нам это условие не нужно. Можно было бы, конечно, не ссылаться на К, а провести весь вывод, по сути дела, повторить. Перед нами частный случай К, но мы могли бы этого и не заметить. Итак, теперь давайте применим наше свойство Л для того, чтобы получить вот такое вот интересное свойство, которое мы доказываем в пункте М. Оказывается, без гипотез выводится такая формула. Обязательно существует такой Х, что если ФИ, то для любого ХФИ. Ну, с точки зрения формальной, эта вещь, конечно, совершенно тривиальная. Вот. Потому что, я напомню, в пункте Л у нас было вот какое дело для любого Х. Я переименовываю для того, чтобы не путаться. Для любого ХА стрелка Б. Стрелка существует ХА стрелка Б. То есть, ну, что если в качестве Б мы возьмем для любого ХФИ. Кстати, сюда Х не входит, свободно даже. Ну, вот. Ну, тогда легко понять, что такую штуку мы могли бы получить вот из такой. Для любого ХФИ. Стрелка для любого ХФИ. Ну, а в качестве А, естественно, у нас уступает ФИ. А эта вещь тривиальная. И доказательство ее, конечно, тоже тривиальное. Получается отсюда. А это, в свою очередь, гипотеза, которая немедленно вычеркивается. Но чем эта формула интересна? Итак, она выводится по теореме корректности. Она является общезначимой. Что же она нам говорит? Это так называемый парадокс пьяницы. В любом баре есть такой человек, такой посетитель. Есть, конечно, бар не пуст. Я напомню, у нас важно именно с логической точки зрения, что запрещаются пустые модели. Значит, в любом баре есть такой человек, что если он пьет, если он обладает свойством ФИ, то и все пьют. Ну, вот. Ну, доказательство этого, конечно, несложное. Если все пьют, то можно взять любого посетителя. Заключение импликации будет истинным. Если же кто-то не пьет, возьмите этого трезвенника. И окажется, что посылка, что он пьет ложная импликация, опять истина. Но вообще людей зачастую шокируют такого рода выводы. И, конечно, можно это и переформулировать. Ну, например, на любой лекции есть такой студент, что... Ну, где на лекции, на которые кто-то пришел, я надеюсь, наша сегодняшняя лекция из этих. По крайней мере, видео кто-то посмотрит. На любой лекции, на которой кто-то присутствует, какой-то студент, есть такой студент, что если он понимает, если он обладает свойством ФИ, то и все понимают. Ну, вот человеческая интуиция, она заставляет искать такого студента среди самых сильных. Но это, конечно, неправильно. Надо брать самого слабого студента. Что если все понимают, то, конечно, утверждение верно. А если понимают не все, то в качестве такого х мы берем любого непонимающего студента. Надеюсь, впрочем, что среди слушателей нашей сегодняшней лекции таких нет. Ну, а теперь давайте немножко поработаем с подбором каких-то хитрых более или менее подстановок. Много мы этим заниматься, естественно, не будем, но что-нибудь докажем. Пункт N. Утверждается, что для любого предикатного символа Т выводима, ну, а значит, по теореме корректности и общезначима, вот такая вот формула. Что сия формула нам говорит? Если для любого Т есть такое У, что оно подходит к любому В, то для каждого Х найдется такой У, что будет наше А верно для Х, и для У, и для третьего аргумента, совпадающего с первым. Ну, на самом деле, эта вещь достаточно тривиальная, потому что по уму, просто неформально, надо Т переименовать в Х, У назвать У, а поскольку здесь сказано для любого В, в качестве такого В мы вполне можем взять Х и от квантера избавиться. Вопрос в том, как это сделать формально, можно ли это сделать в нашем исчислении. Ну, оказывается, можно и даже нельзя сказать, что очень сложно. Ну, вот эту формулу я получу обобщением с помощью правила введения квантера в всеобщность из вот такой, которую тем самым я должен буду доказать, не используя гипотез, не выключенных в которых бы Х сфигурировал свободно. Ну, я вообще намерен убрать все гипотезы, оставить только выключенные. А откуда взять такую штуку? Почему существует вот такой вот У? Ну, мы с вами договорились, что этот У – это, по сути дела, наше У. Соответственно, мы будем играть на том, что существует У, такое, что для любого В, а вот здесь вместо Т давайте Х подставим. Эту формулу, естественно, легко вывести. А ею мы будем пользоваться. Здесь применим правило удаления квантеросуществования. Это дает нам возможность использовать вот это вот зелененькое как гипотезу, доказывая то, что нам нужно. То есть, доказывая, что существует У со свойством А. Хух. Ну, а в качестве этого У мы возьмем что? Ясное дело, У возьмем. То есть, получим это из вот такой вот формулы. Скажем так, АХХ получим из АХУХ. Здесь у нас, естественно, правило введения квантеросуществования. Важно, что У свободен для У вот в такой формуле АХХ. Вот нам важно вот это. Ну, конечно, он свободен, тут квантер вообще нет. Если У обладает свойством каким-то, то мы можем сказать, что вот существует У такой. Здесь, конечно, важно, что структура нашей формулы нам известна, что А – это не произвольная формула, а предикатный символ. Ну, а эта вещь, она, конечно, получается отсюда тривиальным образом. Вместо В надо подставить Х. То есть, вот она получается отсюда для любого В. А ХУВ здесь мы вводим, точнее говоря, удаляем квантер всеобщности. Нам, естественно, важно, что вот такой формуле АХУВ вне Х свободен для В, что, опять-таки, тривиально. Значит, эта штука выключается. Ну, а зелененькая вот эта вот вся почему выключается? Давайте в этом разберемся. Ну, так сразу у нас ее не было, но мы ее можем вывести. Мы ее можем вывести вот отсюда. То есть, у нас было для любого Т существует У, для любого В. АТУВ. Мы здесь, опять-таки, сделали подстановку. Мы элиминировали квантер всеобщности. И при этом пользовались тем, что вот этот вот терм, который мы вместо Т подставили, это Х. Х, конечно, свободен для Т, но вот в этой вот формуле существует У для любого В, АТУВ. Х свободен. Почему он свободен? Потому что квантеров по ХУ у нас не было, и, соответственно, когда мы Т заменим на Х, никакой коллизии переменных, никакого связывания прежде свободных переменных не произойдет. Ну, а эту гипотезу мы легко можем вычеркнуть. Вот на данном этапе она у нас появилась. Вот так вот делаются всякие относительно хитрые подстановки манипуляций с квантерами. Ну, а теперь я хотел бы предложить вам немножечко больше теории, но самую малость. Все, что мы делали до сих пор, оно касалось манипуляций с квантерами и булевыми связками. Ну, а можно считать, что у нас еще есть равенство как логический символ. Ну, и, соответственно, все модели такого исчисления, но рассматриваются только нормальные. То есть, давайте введем такую штуку, как исчисление предикатов с равенством. Ну, можно было считать, что равенство у нас есть изначально. Суть же состоит в том, что добавляются несколько новых правил. Более ничего не происходит. Добавляется несколько правил. Какие? Это правила для равенства. Ну, во-первых, у нас с вами есть беспосылочное правило рефлексивности. Давайте ее так и назовем. Рефлексивность. Равенство рефлексивно. Этим можно пользоваться. Это не гипотеза. Этим можно пользоваться. Тут стоит переменная, но, естественно, вы можете навесить квантер-всеобщность, потом сделать подстановку и получить это для любого терма. Следующее правило – это правило симметричности. Его тоже достаточно сформулировать для переменных. Легко догадаться, что третье правило – это правило транзитивности. Но это еще не все. Для того, чтобы равенство было равенством, ему мало быть рефлексивным, транзитивным и симметричным отношением. Таковы все отношения эквивалентности. Равенство отличается тем, что равные сущности, равные объекты ведут себя одинаково. Но вот именно эту идею мы и хотим отразить. Для этого достаточно, ну, не одного, конечно, правила, но некоторой их серии. А именно. Вот представьте себе, что у нас х1 равно у1. У нас есть такое правило с n посылками. А х1 равно у1. Тогда ф х1 х1 равно х1. х1, yn – это для всех, такое правило формулируется для всех n местных функциональных символов нашей сигнатуры. Я говорил, что мы считаем, что некая сигнатура фиксирована. Но в этом нет ничего удивительного. Если у нас есть какой-то функциональный символ, и у нас есть равные переменные, мы их можем совершенно свободно заменять. Одну на другую. Естественно, вешуя квантов всеобщности, вы можете сюда в конечном счёте подставить произвольные термы. И аналогичная серия правил, она даётся для реляционных символов. Если у нас есть такое дело, если мы знаем, что набор х удовлетворяет свойства r, то тогда набор у тоже удовлетворяет свойства r. Поскольку х и у равны. Мы, естественно, это постулируем. Это свойства равенства. Свойства, которые показывают, что равенство – это равенство. На самом деле, технически неудобно применять именно такие простые правила. Но удобно пользоваться некоторым обобщённым их вариантом. Следствие допустимое. Ну, допустимое, значит, имеют место. То есть, если заключение выводимо, если посылка выводима, то выводимо и заключение допустимое. Следующее правило вывода. Мы уже с вами сталкивались с допустимыми правилами, которые, так сказать, надо обосновать, которые надо доказывать. Если у нас вот есть какой-то терм, какой-то терм, и я знаю, что у меня х равно у, то тогда терм х, который вместо z подставили x, он обязательно будет равен тому же терму t, куда вместо z подставили y. Вот такое вот правило имеет место быть. То есть, в любом терме, в любой глубине, то есть, не только вот прямо под значок функции, но и в любой глубине терма вы можете там заменить вы можете заменить вхождение любой z, любой переменной, соответственно, на x и на y, если они равны. Результаты получатся равными. Ну и аналогично, если у нас с вами x равен y, если у нас есть какая-то формула, то, 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 мы можем с вами ее немножко переделать. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, на самом деле, это можно и дальше обобщить, потому что тут, конечно, надо добавить, что подстановка x вместо z и подстановка y вместо z они являются корректными, и вообще можно подставлять не только переменные, но и какой-то терм. То есть, если у нас s1, s2, t термы, φ формула, то у нас получается, на самом деле, такая картинка. Если s1 равно s2, то t, где вместо z подставлено s1, он будет равен t, где вместо z подставлено s2. То есть, подстановка равных вместо одной переменной, она не меняет терма. Терм остается равным. Конечно, f я здесь зря написал, оно здесь ни к чему. Ну, давайте, давайте как-то мы все это неаккуратно. Это получилось как-то несимметрично, много лишнего. То есть, вот тут вот она должна иметь такой вид. Раз, а тут вот φ, от yz. Ну, и, соответственно, если s1 равно s2, и если у нас выполняется формула φ для s1, подставленного вместо z, то она будет выполняться и для s2, подставленного вместо z. И при этом очень важно, очень важно, что здесь имеется вот такое вот условие, где s1 корректен для z, свободен для z φ, и s2 тоже свободен для z φ. Ну, и здесь, соответственно, где x свободен для z φ, и y тоже свободен для z φ. Здесь это условие не требуется, потому что в термах нету квантеров, и коллизии переменных при подстановках в термах невозможно. Итак, давайте еще раз внимательно-внимательно посмотрим вот на эти два правила, которые мы будем пользоваться. Это следствие, я его не доказываю, но вы можете это сделать в качестве полезного упражнения, если хотите, как следует разобраться в логике. Значит, если у нас два терма равны, то в любом контексте, в любом терме мы можем заменить один на другой. Ну, и аналогично. Если два терма равны, у нас выполнялась формула φ, где вместо какой-то z подставлено s1, то она будет выполняться, и если вместо z мы подставим s2. А теперь давайте немножко попрактикуемся с этим делом. Ну, буквально самую малость. Задачка О. Она скорее интересна концептуально, чем технически. Я утверждаю, что существует такой х, которому равен терм t, где, однако, х не встречается в терме t. Интересно понять, почему это важно. Ну, на самом деле, если он встречается, то такая штука может быть вовсе необщезначимой. Ну, почему? Потому что, ну, представьте себе, что у нас есть какая-то функция s. Существует ли x такой, что s от x равно x? Ну, вообще говоря, совершенно не обязательно. Мало ли, какая функция s. Вдруг у нее нету неподвижных точек. Вдруг s – это, например, прибавление единицы в натуральных числах. То есть, такая формула, естественно, необщезначимость. Здесь важное условие, чтобы x не фигурировал в нашем t. Здесь сказано, что, по сути дела, что любой терм задает тотальную функцию. Что у любого терма есть значение. Есть какой-то элемент, который будет равен нашему терму. Как же это можно сделать? Ну, понятное дело, что здесь применяется правило введения квантеросуществования. Любопытно напомнить, как оно устроено. Оно выглядит так. Я опять тут все переименую. Значит, если у нас s свободен для z в a. Давайте поймем, что здесь играет роль формулы a. ну, естественно, формула a это то, что стоит вот тут. z это ничто иное, как x. Ну, ну, то есть, что будет, если я в a вместо x подставлю t? Получится t равно x. Почему это будет так? Ну, именно потому, что x не входит в t. Терм t не изменится. То есть, здесь у нас должна стоять формула a tx. То есть, вот, ой, какой глупости я говорю. Вместо в a вместо x подставлю t. А это вот эта вот формула. Вместо x подставляю t. Получается, t равно t. Потому, что само t не меняется, там x нету, а здесь x есть, он заменяется на t. То есть, тут получается формула t равно t. Ну, остается только понять, что эта подстановка корректна. А что это за подстановка? Это была подстановка терма t вместо x в нашу формулу a. То есть, t равно x. Ну, эта подстановка естественно корректна, здесь вообще нет квантеров. В бесквантерной формуле любая подстановка корректна. мы свели дело к равенству t равно t. Откуда оно берется? Ну, ближайшим образом его можно получить вот из такой формулы, применяя удаление квантеров всеобщности. Здесь тоже терм t подставляется, но, естественно, t x x равно x это, конечно, корректно. Ну, а это получается введением квантеров всеобщности с такой вот формулой x равно x, которая получается без гипотез по правилу рефлексивности. Ну, раз она получилась без гипотез, в гипотезах нету x, значит, навешивание квантеров всеобщности было корректным. Так, видите, здесь ничего такого нет. Единственное, что надо проявлять аккуратность и понимать, в какую именно формулу мы делаем подстановку. У нас была формула t равно x, вот это результат подстановки t вместо x в нее. Ну, и мы получаем, что существует x такой, что t равно x. Ключевую роль вот в этом вот равенстве, которая показывает, что перед нами вот именно это, играет то соображение, что x не встречается в t при подстановке левой часть равенства не меняется. Ну, и последняя задачка это некий такой простой факт, тоже связанный с равенством, а именно вот какой. Значит, это у нас пункт p. Если существует такой x, что все y ему равны, то есть, иначе говоря, если у нас одноэлементная модель, одноэлементная структура, то для любого x и y значение функции функции f в x и в y равны формально, скобочки здесь, кстати, не нужны, но их можно для красоты поставить. Ну, давайте попробуем в этом разобраться. Очевидно ли это интуитивно? Ну, на самом деле вполне, если есть такой x, что все ему равны, то, конечно, наша функция является константой, то есть, ее значение в x и в y одинаковое. Попробуем, однако, вывести требуемое утверждение. Ну, достаточно располагая по ссылке, получить вот это наше такое заключение. Откуда же его взять? Ну, смотрите, наша посылка начинается с квантеросуществования, то есть, нам будет, естественно, нужно применять правила удаления квантеросуществования. Для этого нам надо вот эту вот вещицу каким-то образом получить. Возможно, применяя в качестве гипотезы вот такую вещь. Любой y равен x. Если любой y равен x, то понятно, что значит, вот этот y, который тут фигурит, тоже равен x. Откуда эта штука берется? Давайте попробуем ее вывести. по правилу обобщения. Подождите, позвольте немножко подумать. нет, формально формально это не пройдет, надо немножко изменить наш вывод. мы сначала навесим квантеры. Вот когда мы это делаем, мы берем на себя обязательство вывести вот эту формулу без гипотез активных, в которые x входит свободно. Ну и вот здесь мы берем на себя обязательство вывести вот эту формулу без гипотез, в которые y входит свободно. Тут на самом деле есть некоторые тонкости в этом формализме, потому что нам надо смотреть, чтобы на каждом этапе мы получили корректный вывод. То есть вот я хочу уже вот досюда дойдя убить все гипотезы, в которые x или y входят свободно. А сейчас я вот это вот и проделаю. Заметьте, сюда x и y свободно не входят. Ну, по правилу удаления квантеросуществования я могу естественно вот пользоваться такой гипотезой и на этом уровне так сказать ее убить, ее выключить. Так, fx равно fy. Откуда я это беру? Ну, у меня есть одна из x равенства. По сути дела вот это. Давайте ее как-нибудь обозначим. функ назовем ее, а это назовем рел. Вот. Ну, их следствия мы тоже могли бы так назвать, но они нам не понадобятся. То есть, понятное дело, что если x равно y, то, конечно, по аксиомам равенства у нас f от x равно f от y. Почему x равно y? Ну, а это получается просто элиминации квантера всеобщности вот из такого утверждения. Для любого y, y, ну, опять же, не совсем. Опять же, не совсем. Будем аккуратнее. Значит, мы применим аксиому симметрии. у нас тоже такая есть. А вот это получится элиминации, как я говорил, квантера всеобщности из такой формулы. Для любого y y равно x. Ну, если для любого, то для каждого конкретного и подавно. Обратите внимание, вот здесь я имею право элиминировать вот эту штуку, и вот вся обведенная голубым конструкция является корректным выводом. Она вся является корректным выводом. Вот эта гипотеза уже на этом уровне она выключена. Поэтому формула для любого y x равно f y она выводится без гипотез содержащих свободные вхождения x. Какие-то гипотезы есть. Вот пока на этом уровне не выключена вот эта гипотеза. Она пока не выключена. Но она не содержит свободно ни x, ни y. Ну и соответственно вот здесь тоже я имею право навести квантер всеобщности по x. Если все гипотезы, которые ранее использовались не выключены, а пока не выключено только это, не содержит свободный x. А это не содержит все нормально. Я дохожу досюда, а под самый конец я приобретаю право вот и вот эту гипотезу выключить. Шмяк и выключили. Вот. Как видите, достаточно просто. Рекомендую вам поупражняться. Не так страшно черт, как его малюют. Это вполне умопостижимо. Для контрольной все-таки нужно какое-то знание систем натурального вывода иметь. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Если у вас имеются вопросы, задавайте их нам в чате. Еще раз спасибо. До свидания. кредитик.